Научиться читать, самостоятельно ходить и организовать персональную художественную выставку мечтает 9-летняя жительница Бейского района Эвелина Тарасова. Чтобы осуществить мечту, девочке необходимо лечение в Москве. РУСФОН совместно с ГТРК Алтай запускает сбор денег для Эвелины. Как помочь юной художнице, расскажет Эльмир Минбаева. Любовь к рисованию у Эвелины проснулась недавно. Каждый день она выдает настоящие шедевры. На радость маме и на удивление окружающим. Я не люблю рисовать. Я прям... У меня голубое небо. Впрочем, главный герой практически всех ее картин – это солнце. Желтое, оранжевое или красное, но всегда большое и яркое. Да и сама Эвелина для всех – настоящее солнышко. Он учит нас с папой, чтобы, как мы делали друг другу, какие комплименты учит, заставляет нас любить. И вообще, как говорят, солнечный ребенок. То есть у нее не бывает плохого настроения, у нее всегда все хорошо. Эвелина появилась на свет на седьмом месяце беременности и была не в состоянии дышать. В результате кровоизлияния в мозг у нее частично атрофировались зрительные нервы. Чуть позже оказалось, что сетчатка обоих глаз поражена. А вместе с этим диагнозом девочке поставили и еще один – детский церебральный паралич. Дважды в год ей необходимо особое лечение. Сейчас Эвелина нуждается в очередной госпитализации для продолжения восстановительного лечения. Надо еще снизить патологический тонус мышц, увеличить двигательную активность, развить мелкую моторику, координацию движений и речь, улучшить зрение. Предыдущие курсы в московской клинике дали результаты. Заметно снизился мышечный тонус. Эвелина научилась различать цвета и картинки. Стала лучше ходить и плавать. А недавно смогла наконец освоить азбуку и начала мыслить логически. Но работы еще много и девочка готова покорять новые вершины. Только вот средств на поездки в Москву семье не хватает. Помочь могут зрители ГТРК Алтай. На лечение нужно 200 тысяч рублей. СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542 принесет в копилку Эвелины 75 рублей. О других способах пожертвований рассказано на сайте Русфонда. Эльмира Минбаева, Юлиана Бакулина, Михаил Попов. Вести Алтай.